Отвела Дамира в школу. Друзья мои, у него сегодня занятие начиналось со второго урока. Для меня это так странно всегда было слышать. А мне со второй пары, а мне там с третьего, мне там, я не знаю, там с третьего урока. Вот. Потому что у него будет расписание из третьего урока занятия начинается, и со второго, и с первого. Просто я о таком только слышала. У меня такого никогда не было. Ни в школе, ни в лицее, ни в училище, ни... Ну, на курсах и так понятно, всегда было время надмировано какое-то. И в университете у меня такого тоже не было. У меня всегда занятия были. У меня могли быть и кошки длиною там одна пара Допустим, там есть первая пара, там вторая пара Потом, допустим, у меня окно Вот, там час двадцать, да, вот как если бы была пара какая-то Вот, и потом, например, на четвертую пару я уже прихожу Вот такое вот было Или там третья, четвертая пара, окошко, первая, вторая есть, третья, четвертая нет, есть пятая Вот такое было А при этом учительница говорит, что То есть такое, что с какого-то урока, со второго, там, с третьего и так далее У них такого будет, ну типа как у учителей, чтобы было окно длиною там один-два урока Такого типа не будет А у нас вот наоборот было. У нас вот было... Но это только в университете было. В это время я обычно брала свои вещи, естественно. Вот. И уезжала куда-нибудь в ТЦ. Ну, чаще всего уезжала, чтобы не терять время. Брала покушать себе. Открывала свой ноут. И сидела, занималась. Готовилась. Например, я уже знала, что мне нужно будет... Буня. Нельзя. Нельзя амонгаса трогать. Амонгас. Вообще он здесь прицеплен к вот этой вот штукой, знаете, которая... Это... Как его? Магнитная такая штука на беговых дорожках. Вот. Вот она. Это так называемый магнитный ключ. Без него дорожка работать не будет. Так вот. Обычно я когда у меня было вот это вот самое окошко. Я... Ну как, одевалась, да? В осень уже прохладно было. Одевалась, брала, складывала все свои вещи. Вот. И... Ничего я так говорю вообще. Складывала вещи. Ну, логично. И так, блин. Я же их не оставляла где-то. В общем, собиралась я и уходила. Чаще всего я... Ну, я могла, конечно, поторчать с ребятами где-нибудь там на заднем дворе или возле Форнете. Вот. Но обычно это было уже когда приезжала. Вот. Обычно я, значит, собирала вещи и сама просто вот уезжала, например, в торговый центр континент. Уезжаю я, значит, туда. Вот. И там на последнем этаже готовили обалденные бургеры. Вот. И пиццы. Там кофеечек, все такое. Если брала что-нибудь перекусить, ну, целую пиццу я бы не одолела. Вот. Бургер. Ну, если маленький, то да. Вот. Кофеек или напиток какой-то вот. Или чаечек. Что-то брала себе, потому что, ну, долго сидеть. Вот. Что-то брала, в общем, себя покушать. Открывала ноутбук и начинала заниматься. Ну, допустим, мне уже была известна, например, тема какой-то курсовой. Я начинала там наметывать как-то материалы. Или какие-то там билеты к экзаменам, например, были известны. Я начинала работать над этим. Или вот у нас будет зачет, нужно подготовить какой-то материал. Или я там старалась что-то повторить, что-то прочитать. Какую-то информацию, как-то что-то... В общем, я сидела и занималась. Именно занятия в торговых центрах помогли мне не обращать внимания на какой-то внешний шум. Раньше я была очень сильно подвержена. И, конечно, только после меня прям вот кто-то вот не станет и начнет орать. Вот тогда, да, тогда я не могу заниматься. Вот. А так, конечно, из-за вот этих моментов я начинала больше вот так вот себя погружена в информацию. У меня, кстати, не только этот нога теперь сломался. У меня еще и вот этот сломался. Опять. Ну, ладно. Это только... Какое? Четвертое число сегодня только, да? Четвертое сентября. Здравствуйте. Настя сделала маникюрчик себе. Ну, не знаю. Последний чеснокапустый я его делала. Еще, наверное, неделя даже не прошла. Ладно. Боже мой. Боже, зверь пушистый. Зверь. Так, я тут... А-а-а! Я тут немножко играю с котом, потому что ему тоже нужно двигаться. Он очень любит вот эти наши игры в пряточки. Поэтому вы будете бегать вместе со мной, играть с котом в прятки, в беготню вот это все. Потому что он это любит. И это у нас такая традиция. Я отвожу до мира в школу, возвращаюсь, и мы всегда с ним вот так играем. Это, во-первых, во-вторых, значит, рассказываю. Делюсь дальше инфой. Из-за того, что я вот постоянно занималась уроками в таких шумных торговых центрах, из-за того, что я постоянно занималась уроками вот в таких вот шумных торговых центрах, я научилась отключаться от каких-то внешних шумов. И все, я их просто не слышу. То есть я то, что мне надо, я услышу их не знаю откуда. У меня слух хороший. А то, что мне не нужно, я научилась выключать. Вот. Это я сразу вспомнила был когда-то сериал. Такой там были какие-то фантастические ребята. Вот. И они, короче, эти ребята, имели всякие разные способности. Они жили на космическом корабле в космосе. Вот, как я уже сказала, у них были разные способности Одного парня, он был кудрявый У него были очень длинные волосы И у него были большие уши И они были вот с такими вот загогулиными Знаете, есть такой смайл, у которого глазки Вот такие вот круги А у него были такие ушки И, значит, была одна серия, где они каким-то образом поменялись все способности Я не знаю почему, не знаю, что случилось Возможно, это было потому, что они обесценивали способности друг друга И, значит, была одна девчонка, которая говорила Ну и что тут, как бы, такого, да, очень неспособность хорошо слышать А вся фигня в том, что он хорошо слышит на очень дальние расстояния И все, абсолютно То есть, да, сколько шумов вокруг нас, да Если на очень дальние расстояния То есть там в магазине разговаривают Тут в квартирах везде разговаривают Тут в школе, в возле школы, во дворе еще где-то Везде огромное количество людей, которые разговаривают И он умел отключать посторонние, ненужные ему звуки И вот такая, ну, то есть, которые мы не нужны в данный момент Потом все вернулось на груди своя Они признали свою неправоту друг перед другом Вот Они признали свою неправоту друг перед другом Все нормально, вот Но, как бы, был такой нюанс в том плане Что я тоже научилась отключать посторонние, ненужные мне звуки Ну, как бы, понятно, что у меня нет таких великих талантов Как у того парня Но все-таки, да, то есть На своем уровне нет Я научилась этому Вот Вот так вот Ну и значится Значится Я, в общем, вот так вот делала Я приезжала в торговый центр И училась, занималась там Мы сейчас потом где-то минут 20-25 до окончания Котовасии я приезжала На свою остановку Там в основном стояли возле форнета Она была напротив Форнета была напротив Я еще с мамой очень любила ходить в форнете Очень мне нравилось Еще нам очень нравились кулиничи Вот Мы первое время называли их кулиничи Потому что мы не знали, как надо Нам казалось это как-то более органично Вот Но, оказывается, надо говорить кулиничи И поэтому мы быстренько Передислоцировались Привыкли и стали Говорить кулиничи В кулиничах Вот Ну, короче Значит, а у нас возле школы Возле школы Возле универа Был форнете И вот мы туда и с мамой часто ходили И покупали у них часто Вот И был еще такой нюанс Что Люблю тебя, Пашинка Надеялся И, значит, был такой нюанс Что я, то есть, когда приезжала Уже в торгового центра После того, как я позанимаюсь Вот Значит После того, как я позанимаюсь в торговом центре Я приезжала И если ребята стояли возле форнета Я подходила к ним Вот Обязательно мне кто-то Я бежала там Кложу, кофеечек Какой-нибудь маленький покупала Да Потому что на улице стоять холодно Осень Вот И, допустим Кто-нибудь из ребят Мог меня угостить Какого-нибудь там Были шарики такие Ну, такие вот небольшие Сырные Мог меня вот этим угостить Ну, обычно угощалась Потому что Ну, даже далегенькая, маленькая Как бы, да Неловко отказывать Я благодарила, брала Понятно Если бы меня там куском пиццы Кто-то хотел бы угостить Или еще что-то Скорее всего Я бы отказалась Потому что уже сама поела На тот момент Ну, это я ездила Покушать, попить Что-нибудь Вот Стояла с ребятами Общалась Еще у меня был такой Конченный момент Когда меня подозвала Одна из девчонок В этом самом Значит, были у нас там Староста И ее подруга Вот И еще была одна с ними Девчонка Вот Ну, короче Вот они такие Все дружили втроем А я как-то прихожу Дома, рассказываю об этом Что вот там, короче Староста У нее там подруга есть Вот и еще одна Вот они сидят втроем Общаются втроем Ну, мне дома сказали Это самое Ну, бабушка мне сказала Что, типа, вот увидишь Они не будут потом Общаться втроем Так оно и оказалось Ну, бабушка как бы С высоты своего полета С высоты своего возраста Опыта, мудрости Как бы сказала Что они разрукаются И втроем дружить не будут Так и оказалось Вот кто больше всех Возлагала надежды на эту дружбу Вот стой И перестали общаться Честно говоря Вот Вот так вот Дальше что А вот эти оставшиеся две Староста и ее подружка Они, короче, начали коллектив Сколачивать против меня Ну, нормально Вот Это самое Я подозвала одна девчонка И говорит Мол, так и так К нам подходили Староста, говорит Ее подруга Начали рассказывать О том, что Мол, ты такая Гадости, короче, на меня Какие-то сплетни Какие-то выдуманные факты Вот, высосанные с пальца Она говорит Ты знаешь, мы им сразу не поверили И сразу сказали Девочки, алло Как бы Мы все прекрасно понимаем Но здесь не школа Буллинга не выйдет Мы все здесь взрослые люди Мы не малолетки какие-то там Вот Типа ничего у вас не получится Не занимайтесь хернёй То есть они хотели настроить коллектив Против меня Чтобы со мной никто не общался Я не могу понять Почему Потому что я им абсолютно Ничего не сделала Слава богу Действительно Я училась на заочке И я училась в основном С достаточно взрослыми людьми А не с малолетками Я выбрала заочное отделение Потому что Потому что Я не знала Я на тот момент Иначально Как бы Да, я поступила на бюджет Все Я этого изначально не знала И у меня изначально были мысли Что я не хочу учиться на дневном Потому что я хочу зарабатывать деньги Я хочу устроиться работой И работать И учиться одновременно Вот Изначально было такое замысел Вот Я все равно не сказать, что я все время работала. В то время я поработала, но я не смогла совместить это с учебой. Плюс был очень огромный страх того, что я не смогу это сделать. Все время был прям наперед страх, что я не смогу совместить. Поэтому все равно в основном я просто, как сказать, такой интерверт. Я все равно сидела дома и вся в учебниках, и целыми днями училась, занималась. Ну, как бы общалась попутно со своими там друзьями, вот. Но в основном я сидела дома, смотрела сериалы и училась, 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 писала конспекты, писала ответы на вопросы к экзаменам. Я подготавливалась самостоятельно, черпала какую-то дополнительную информацию, вот. С мамой куда-нибудь ездила гулять и так далее Ну, как-то так Наверное, было лучше все-таки выбрать дневное Потому что все равно по факту немного там работала на тот момент Но тем не менее Зато я на втором курсе пошла еще попутно учиться на парикмахера Помимо учебы в универе Ну, наверное, если бы я училась на дневном, у меня бы не получилось Хотя там вроде была группа выходного дня Но опять же, это редкий случай везения В общем, что сделано, то сделано И в общем, мне очень понравилось то, что Наташа, по-моему, девушка Девушка-женщина, которая им ответила так Значит, она сказала, что мы здесь все взрослые люди Ну, как бы, в основном, да, там было уже 35-45 В основном, такой вот возраст получил И она говорит, мы взрослые люди все И не надо нам вот это вот Причем самое интересное, что потом, после того, как они так сказали А я вообще, как бы, я начинала слышать вот эти слушки И я не хотела даже к ребятам подходить Потому что мне казалось, что они будут со мной общаться после таких всех сплетен Но нет, но нет Если в школе этого проканало, в лицее, в училище вполне возможно Вот То в универе уже не проканается взрослыми людьми Хотя и в училище тоже были ребята, которые на вот такое вот никогда не велись На такие вот какие-то сплетни, вот эту вот всю ерунгистику Но тоже были ребята, в основном, которые не велись Ну и гнилые тоже, конечно же, были не без этого Вот И, значит, такая вот фигня Я имею в виду конкретно свое окружение И, значит, такая вот история Значит, что потом ко мне начали очень сильно лезть Эти две девчонки Они меня стали звать в кафе Ну, в кафе я один раз с ними сходила Я не поняла вообще, то есть Ну, просто мне нравилось это кафе, я просто с ними сходила и все Вот, перед парами У меня там как-то с подругой была, вот Потом они меня начали зазывать на концерт Я не пошла Стали спрашивать, а на какой бы я пошла концерт Дали мне два варианта Анилорак или Окая Нельза Я, то есть, им назвала свой вариант Что бы я выбрала, куда бы я пошла Вот Потом они меня куда-то бы не звали И на такого вот плутовничек к себе в общагу Я отказалась, вот, искала нет Вот, еще много куда они меня звали гулять Я везде отказывалась Потому что, во-первых, у меня есть своя компания, с которой я гуляю и общаюсь Во-вторых, люди, которые пытались сколотить коллектив против меня Что у меня может быть с ними общего В кафе я с ними сходила, ну, потому что надо как бы врага держать поближе к себе Все-таки, вот, чтобы понимать все его хитрые замыслы Но, как бы, ходить с ними куда-то, там, по кафешкам и так далее Ну, как бы, нет Сразу нет, естественно В смысле, не по кафешкам, а дальше, как бы, продолжать эту историю крутить Дальше куда-то ходить, гулять вместе Сразу нет Потому что люди, которые уже изначально проявили себя подло Они никак себя иначе не проявят Не вижу никакого смысла с ними куда-то ходить, гулять и так далее Поэтому, естественно, что я от всей этой истории отказалась Вот, и никуда с ними не ходила больше Вот Просто мне хотелось посмотреть, когда я пошла с ними в кафе Ну вот как вот они себя будут проявлять, что они, что они мне скажут и так далее. Они начали ко мне лезть, они начали рассказывать, ой, там, Настя, я там язык проколола, мне что-то две недели уже не заживает, во рту весь язык распухну. То есть, да, решили за глаз под меня сделать или что. Ой, я там себе татуировку сделала, а я то и осё. Ну то есть они начали пытаться как-то показывать мне, что им интересно то же самое, что интересно и мне. Они пытались прощупывать почву методом пейсинга, тату, музыкальных групп, ещё чего-то, фильмов, сериалов, которые я смотрела. Просто странно, что люди говорили мне, что я странная из-за этого всего. То есть нет, это не потому, что они с ними вкусы совпадают, просто они говорили, что вот это всё, что мне нравится, что им это не нравится и что я странная, если мне это нравится. А тут они приходят и начинают со мной советоваться и начинают мне рассказывать, что им теперь это всё нравится. Из-за чего они говорили, что типа я странная, им не нравится это всё. Это правда очень странно. Ну то есть странно, когда человек говорит, я терпеть не могу креветки, а потом сидит и рассказывает, как он их обожает через там пару месяцев. Я терпеть не могу вот эту группу, а теперь я её обожаю. Я терпеть не могу вот эти фильмы, сериалы, там, актёры, эту музыку, а теперь обожаю. Я терпеть не могу татуировки пирсинга, а теперь обожаю себе и делаю, да? Ну ладно, если там тебе один, два, три, как максимум пункта, какие-то они нравились, и теперь вдруг, то есть стали нравиться, да? Я не против, кто не переобувается, у того ноги воняют, я согласна, да? Мнение может поменяться, но не так же кардинально во всем, то есть вообще другие люди стали. Для меня, правда, это максимально странно было. Ну а затем я с вами прощаюсь, вот такой вот у меня утренний рассказ, время 9.02, спасибо за внимание, па-па!